Это дом-музей, в котором жил и трудился Владыка Симон на протяжении 30 лет. Сегодня здесь появилась памятная доска в его честь. На ее открытии присутствовали те, кто работал и общался с митрополитом. Вячеслав Любимов впервые встретился с Владыкой Симоном в 1986 году. Это было Кораблино. Я был первым стрелем райком партии. Открывает дверь и заходит Владыка Симон в сопровождении одного служки, отец Роман. Говорит, здравствуйте, Вячеслав Николаевич. Здравствуйте, Владыка. Ну, я знал, что он приедет. И мы с ним два вопроса тогда обсуждали. Один, об освящении церкви в селе Незнанного. А второй вопрос, Вячеслав Николаевич, а как вы смотрите, если дом культуры, который сегодня находится, вернуть нашей русско-православной церкви? Это ведь храм Божий. По словам Вячеслава Любимова, над первым вопросом думать не пришлось. А вот второй оказался немного сложнее. В дальнейшем было много встреч, приемов в резиденции митрополита. Владыка Симон отличался умением оставить свои слова в сознании тех людей, которые с ним общались. Я помню вторую инаугурацию в театре драмы. Владыка Симон тогда сказал слова, которые я буду помнить всю жизнь. Он сказал, Вячеслав Николаевич, спеши делать добрые дела и никогда не жди благодарности. Был еще момент, когда за советом личным обращался. Спросил Владыка, вот собираюсь венчаться с Натальей Николаевной. Как вы считаете, где надо венчаться? А он говорит, ты и предки твои где жили? Я говорю, в Шацком районе. Село Конобеево и село Красный холм. Говорит, недалеко от выше. Он говорит, вот ты тогда там и венчайся. Хотя Вячеслав Любимов ожидал другого ответа. Думал, что митрополит порекомендует большой храм. Например, Христорождественский собор. Но он венчался в скромной церкви в Эммануиловке. Прислушался к словам Владыки Симона. Ну а незабываемые дни с Владыкой Симоном были. Это когда был приезд святейшего патриарха Московской всей Руси Алексии II. Мы с Владыкой были в сопровождении. Он-то встречал, а я был в сопровождении. И все три дня был. И могу сегодня сказать, что сегодня уже и Владыки Симона нет, царств им небесный нет и его святейшего Алексия II. Но я могу сказать, что эти были для меня незабываемые дни. Это только часть большой жизни Владыки Симона. Он сделал так много, что сегодня на протяжении дня прошло несколько встреч, начиная с утреннего молебна, открытия памятной доски и заседания в библиотеке Горького. На них люди делились своими воспоминаниями, рассказывали о том, какой след в их жизни оставил Владыка Симон. Были показаны фильмы и презентации о жизни великого митрополита. Субтитры создавал DimaTorzok